Девушки отдыхают Затонувший корабль Вот она пиратская посудина Количество совпадений реально поражает Здесь и Нептун, и девочка в желто-синем Затонувший военный корабль Вы сейчас сами увидите с какой маркировкой Но что тут скажешь Фашистские сменец Вряд ли те пионеры в 70-х годах прошлого столетия Могли подумать, что со временем уже флагман Черноморского флота Ровно с тем же фашистским символом на борту Будет ровно так же кормить Бычков и Камбал Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер Москва затонул Современные ура-патриоты, быстро осознав всю символичность советского мультика Мигом решили запретить его показ на территории России Но это чтобы россияне реально параллели не увидели Ютуб-канал мультики студии «Союзфильм» запретил российским пользователям Просмотр мультфильма «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года Нам сложно сказать, насколько эффективны такие финты ушами со стороны Кремля Ведь судя по тому, что не только «З», а и остальную символику так называемой спецоперации Путин и компания неприкрыто позаимствовали у фашистов Это шеврон старого бойца и являлся особым знаком отличия, выделявшим у старейших членов СС Могли бы и честно сказать, мол, да, В на танках и В на рукаве Гиммлера Это никакая не случайность, это общность идей И значительная часть населения современной России кричала бы «Ура! Ну, наконец-то все честно!» Ведь смотрите как, и простые люди в тылу мечтают стирать с лица земли соседнее государство «Мне кажется, надо эту Украину полностью с лица земли стереть» И лидеры мнений не против лунных пейзажей в Украине, то есть прямым текстом за геноцид Антироссийская идея должна быть уничтожена, независимо от того, сколько украинцев при этом погибнет Надо превратить Украину в лунный пейзаж, значит, так и надо сделать А звезды федеральных каналов во время одной войны умудряются анонсировать уже другую «Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс?» «Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь» И здесь действительно нет никаких преувеличений В России годами так боролись с Германией 30-х, что во время этой самой борьбы явно вспыхнула искра Такой себе, знаете, гачимучий стиль или любовь не с первого взгляда «Накачанные мальчики встречаются, начинают за что-то бороться, а заканчивают тем, чем заканчивается в порнофильмах» И эти отношения россиянам уже глупо скрывать, и их машины на фронте помечены символами немецких дивизий Эмблема 32-й дивизии СС 30 января А коллаборант Пушилин награждает медалями бойцов с шевронами Третьего Рейха Награжден знаком отличия Георгийский крест 2-й степени 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» То есть как ни крути, а если кто и проводит сейчас деноцификацию, то это исключительно Украина Ведь давайте говорить прямо, даже если отбросить все символы и шевроны Путинская Россия и нацистская Германия – это однояйцевые близнецы-братья Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой И доказать это проще простого Возьмите, например, речи Путина или чиновников из МИД за последние пару лет Украина для нас – это не просто соседняя страна Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства Мы хотим, чтобы русским было хорошо и на Украине, и в Молдове, и вообще везде, где русские сейчас живут Надо защищать их права в соответствии с их традициями и с их интересами Одна из главных линий в них – это разобщенность якобы большого народа Мол, они обязаны защищать русских где бы это ни было А еще – восстанавливать историческую справедливость Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза Но получила в свой багаж огромное количество традиционных российских исторических территорий А потом только решила выйти из состава этого союза Но хотя бы тогда выходила с чем пришла И не тащила бы с тобой подарки от русского народа Готовы ли жители республики поучаствовать в восстановлении исторической справедливости И вернуть Украину в границы 22 года, о чем говорит президент Каждый раз, еще раз, каждый посыл в этих обращениях – это калька речей Гитлера 30-х годов Тот тоже был страшно обеспокоен судьбой немцев в соседних Польше и Австрии Постоянно указывая при этом, что, например, тот же польский Гданск – это исконно немецкая территория Что было дальше, всем хорошо известно Коричневые фашисты в сговоре с красными фашистами полезли в Польшу танками и авиацией То есть ровно то же, что через много лет сделает Путин в Украине Обещая на словах показать настоящую декоммунизацию Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает При всем этом оба военных преступника очень любили выставлять себя святошами Мы не воюем с мирными жителями, уверял всех Гитлер А это уже Путин говорит ровно то же самое ранним утром 24 февраля Нацистская Германия и путинская Россия всегда нападали именно в это время суток Чтобы убить как можно больше спящих людей Мною принято решение о проведении специальной военной операции Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет Подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины Мирному населению ничего не угрожает На деле же байки из серии «Мы не воюем с мирными жителями» Заканчиваются ковровыми бомбардировками Причем после Люфтваффе тот же Мариуполь сохранился куда лучше, чем после русской авиации Это просто нет Мариуполя, это руины, нет заводов, нет скверов, нет театра, нет центра, нет инфраструктуры То, что мы 8 лет поднимали, нет ничего Такие бомбы, которые за километр вот так вот разливают, вспышка идет, вы понимаете, как вроде бы солнце Мариуполя нету, во дворах одни могилы и кресты стоят Все Смерть, разруха, трупы под завалами, а еще огромные ямы в сотне метров длиной, где русские неофашисты устраивают массовое захоронение Окрестности поселка Мангуш, где проходят массовые захоронения мариупольцев, убитых русской армией Окупанты роют траншеи длиной около 30 метров и самосвалами свозят туда тела Старый Крым, Виноградная, братские могилы там отлично видны со спутника Да, в 21 веке Путину скрыть преступление стало сложнее, чем его коричневому другу Ровно так же, как и сложнее скрыть ужасы фильтрационных лагерей, куда попадают чудом выжившие украинцы из того же Мариуполя Берут биометрию, копии документов, очень тщательные и с пристрастием опросы, раздевают мужчин, татуировки Мы познакомились с людьми и у них забрали мужа, он пошел на фильтрацию и не вернулся А потом через два дня его жене говорят, а он в Тагодроге, его отправили в Тагодрог Все, что происходит сейчас в Мелекино, курортном поселке у западных окраин Мариуполя, этот мир уже видел в 40-х годах прошлого столетия Разница лишь в том, что немцы во время фильтрации искали евреев, а россияне – лояльных к Украине граждан Один из вопросов – это, как вы относитесь к Путину Те люди, которые так или иначе имеют проукраинскую позицию, как-то вызывают риски и подозрения Мы понимаем, что эти люди там оказываются в тюрьмах И в этом нет ничего удивительного Немецкие фашисты прямо декларировали, что война нужна в том числе и для окончательного решения еврейского вопроса В январе 1942 года на озере Ванзее обсуждается план окончательного решения еврейского вопроса в Европе Гитлеровцы принимают решение о физическом уничтожении всех 11 миллионов европейских евреев Пройдут годы, и еврейский вопрос трансформируется в украинский, причем не где-то там, а в государственных СМИ РФ Владимир Путин взял на себя без капли преувеличения историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям Глубинный народ в большинстве своем такую риторику полностью поддерживает И они могут хоть 200 раз считать себя антифашистами, но будучи на одной волне с Германией 30-х Россияне, так сказать, от души генерируют ровно те же идеи, что и фашисты во время оккупации Украины 80 лет назад Мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, который сейчас находится в плену Российской Федерации В обязательном порядке стать донорами крови для наших вооруженных сил Кровь насильно брать у пленных? Все услышали? Или повторить? Украинским военнопленным в обязательном порядке стать донорами крови для наших вооруженных сил А теперь просто напомним, что делали немецкие фашисты в концлагерях Детство в концлагере, кровь для летчиков и опыты на малышах Тех детей, кто уже не мог сдавать кровь, немецкие медики выбрасывали умирать в ров С них забирали полностью кровь И что эта кровь будет способствовать быстрейшему выздоровлению их солдат А еще немецкие фашисты вывозили из Украины зерно Третий рейх выкачивал из Украины колоссальные запасы продовольствия Сотни вагонов заполнены полезными ископаемыми Зерном, другими ценными грузами Не они его садили, не они его выращивали Но без тени сомнения гнали ЖД составы на Берлин Превратить этот край в колонию, в источник даровой рабочей силы Такую судьбу готовил Украине фашизм К чему мы это вспомнили? Да к тому, что и эта история повторяется Вот уже из оккупированной Херсонской области крадут не только зерно Окупанты вывозят зерно и продукты из временно оккупированных территорий О таком сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова И по ее словам, расисты хотят не только повторить голодомор в Украине Но еще и вызвать голод во всем остальном мире Депутаты Краснодарского края на заседании почти единогласно поддержали решение О ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль военные силы Российской Федерации Но и сельскохозяйственную технику Это ничем не примечательное чеченское село Закан-Юрт Именно здесь по спутниковым маякам удалось отследить фермерскую технику Угнанную российскими солдатами из украинского Мелитополя Просто помните об этом, когда в следующий раз услышите от некоторых граждан РФ Мол, они внуки победителей и ведут войну с фашизмом Это фашисты тухлые, грязные, которые вышли из русского народа Чучка, ты даже историю свою не знаешь И надо гнать их до самого Атлантического океана До Атлантики этих фашистов и топить их прямо там И чтобы не плодились больше, и все Так вот, чтобы большинство россиян вести реальную войну с фашизмом Им не нужно никуда ехать, достаточно просто подойти к зеркалу Это, конечно, ничего не изменит Но, по крайней мере, будет куда честнее Чем строить из себя святош, проливая реки крови невинных людей Ну и напоследок Одна из немногих разниц между немецким рейхом и русским неорейхом Заключается в том, что фюрер у первых благополучно застрелился А вождь у вторых почему-то тянет резину Хотя этот эгоизм сложно понять С тем учетом, как много людей по всему миру страдают от нового фюрера Решившего воскресить фашизм в 21 веке